Существует множество цифровых и аналоговых датчиков температуры поверхностного монтажа. Они очень просты и удобны в использовании. Подключаются обычно через интерфейс I2C, реже через SPI. И в зависимости от модели позволяют получить достаточно точные показания с небольшой абсолютной погрешностью, достигающей всего лишь 0,1 градус Цельсия. Есть обширный ряд от Analog Devices, парочку от NXP и даже от STMicroelectronics. А также множество датчиков различного предназначения от Texas Instruments. Но, как правило, в любительских проектах применяются недорогие датчики, которые были куплены на Алиэкспрессе. В любом случае, при проектировании печатных плат нужно учесть некоторые нюансы для получения качественных показаний. Наиболее часто для изготовления печатных плат используется фольгированный текстолит толщиной 1,6 мм. Это позволяет получить жесткую, надежную конструкцию при большом количестве слоев. При сравнении подложек различной толщины видно, что разница есть действительно между текстолитом толщиной 1,6 мм и 0,8 мм. А между гибкой платой и тонким текстолитом разница невелика. Учитывая высокую стоимость производства гибких плат, наиболее предпочтительным будет использование тонкого текстолита толщиной 0,6-0,8 мм. Обычно такие микросхемы имеют массивный термовывод. И если силовые элементы используют его для эффективного отвода тепла, здесь же он наоборот предназначен для приема тепла. Рассмотрев упрощенный разрез таких микросхем, можно увидеть, где же расположен термочувствительный элемент. И учитывая это, создать под микросхемой на всех возможных слоях медные площадки и также переходные отверстия. При пайке они заполнятся припоем, что даст еще лучшую теплопроводность. Также в данном случае нужно не забыть снять маску. В общем, размещать датчик следует подальше от возможных источников тепла и выбирать наименьшую длину соединительных дорожек. Здесь это 0,2 мм. Также нужно отмежевать датчик путем создания отверстий. Это же ухудшит возможную передачу тепла от основной части. Если вблизи датчика приходится расположить значительные медные полигоны, то лучше их делать не сплошными, а сетчатыми. Это уменьшит их тепловую массу. И последнее. Для еще лучшей теплопередачи по периметру микросхему можно залить специальной теплопроводящей эпоксидной смолой. Кроме этого, если датчик будет помещен в защитный кожух, гильзу, то для соединения рекомендуется использовать небольшое количество термопроводящего клея, а не обычный герметик. В итоге, на основе перечисленных советов была спроектирована и изготовлена вот эта вот печатная плата, предназначенная для сенсора температуры в корпусе DFN6. Единственное замечание, это то, что я забыл удалить защитный слой под датчиком.